Чтение книг под звуки музыки Библия Ночь уже пользуется популярностью и у жителей, и у гостей города-курорта. Уже не мы приглашаем коллективы для участия Библия Ночи, а они записываются к нам и предлагают свои услуги для того, чтобы встретиться с читателями и с будущими читателями в том числе. 2018 год объявлен Перекрестным годом России и Японии. В одной из секций посетители смогли больше узнать о таинственном Востоке. Алина Трикашная жила в стране восходящего солнца почти два года. Увлекается изучением истории и культуры этой страны. На Библию Ночи она оформила свой восточный уголок. Эти вещи – ручной работы. Все они из Японии, некоторым предметам более полувека. Например, вот эта маленькая фигурка – это старинный вид человека, который занимался рисом. Это его одежда, то, как он выглядел. Довольно грубая форма, как это привыкли мы, что люди рабочие, простые. И, собственно, все то же самое было в Японии. Занятия по душе нашли маленькие читатели. В детско-юношеской библиотеке аниматоры приготовили для юных зрителей спектакли и викторины. Ребят постарше заинтересовала творческая секция. Здесь рукодельники освоили новую технику создания декоративных украшений. Никто не ушел без волшебного лотоса, сделанного своими руками. Ну, мне очень нравятся атласные ленточки, они очень красивые. Я увидела розовый цвет и думаю, ну все, я буду делать эти лотосы. Можно приложить сюда, можно приложить сюда. То есть можно использовать как бутоньерку в свадебном аксессуаре. То есть это очень многофункциональная, эффектная и очень простая вещь. Одной из главных тем Библионочи стало 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В библиотеке пришли ветераны, чтобы рассказать о нелегкой судьбе Анапы молодому поколению. Археологический музей Горгипия оформил стенды с историями анапских героев. Их имена навсегда вписаны в книгу памяти. Эксклюзивную выставку организовали и в самом музее. Эти книги были написаны два века назад. Их выставили из закрытых фондов специально по случаю мероприятия. Как показывает статистика, акция с каждым годом становится популярнее. На седьмой Библионочи побывали более 6 тысяч жителей и гостей города. На тысячу человек больше, чем в прошлом году.